Господин Шапрат, добрый день и спасибо за то, что пришли в нашу студию сегодня. Бонсвар, добрый вечер. Господин Шапрат, для России сегодня очень важно, как формируется информационная картина мира в Европе и на Западе. Потому что то, что сделала Россия сегодня, я имею ввиду решение о присоединении Крыма к России, это шаг во многом отважный, шаг отчаянный, который усиливает раскол между Россией и Западом. Так каково ваше мнение, как сейчас меняется понимание этих событий на Западе? Мне кажется, что восприятие этих событий, у нас такой контрастный. И господствующие медиа, они антироссийские, которые несут такую антироссийскую пропаганду. Но посмотреть на форумы интернета, реакцию читательных, статьи в прессе, реакции населения, они сильно отличаются. Поэтому общественное мнение и в Западном мире, и в частности во Франции, начинает понимать, что была пропаганда такая, где доминировали господство или американская пропаганда, и которая собирается теперь мыслить сама, осмысливать эти события. И очень важно различать то, что полагают господствующие СМИ и правительство, и то, что мысль, которая сформировала общественное мнение. Для нас очень важно пытаться изменить господство вполне определенного мнения, мнения западного, мнения, навязанного Соединенными Штатами. Есть ли для этого возможности, как вам кажется сегодня, и что для этого нужно делать, чтобы вы посоветовали Россию? Да, вы правы, потому что то, что мы видим сегодня, это и стратегическое соперничество, мы еще поговорим на эту тему, об оппозиции США, с одной стороны их союзники, а с другой стороны Россия. Но это, опять-таки, информационная война, уже давно, после краха Советского Союза, в течение долгого времени, в большинстве конфликтов, в Ираке, в развале Югославии, в сирийской проблеме, изготовлялось искусственно, подготавливалось общественное мнение, и когда СМИ Запада указывали, кто здесь злой, а кто здесь добрый. Это однополисное формирование общественного мнения поменяется, и мы сейчас, в области информации, мы сталкиваемся с многополисными такими явлениями. Есть возможность контратаковать ту ложь, которую несут с собой мыслящие танки господствующих Западных СМИ сейчас, поскольку мы сейчас уже в геополитическом, мультиполярном мире. И валютно-мультиполярном мире мы уже подходим к мультиполярности информации, которая необходима для равновесия и честности. Что вам помогло разобраться в этой ситуации? Кто прав и кто виноват, и на чьей стороне сейчас больше правды? Я всегда был независимым, был исследователем. И я так, что создал мне определенную репутацию, но и привело, сделало меня к мишенью некоторых нападок. Но долгосрочная перспектива очень важна мыслить независимо. Я стараюсь подходить к этому ко всем вопросам. Будь то ближний восток 11 сентября, события России, то, что на граних России, и вопросы Украины. Независимость это очень важная независимость мысли, но Польск в долгосрочной исторической перспективе. Потому что я питаюсь долгосрочной исторической перспективой, которая позволяет мне отлиться от краткосрочного подхода западных СМИ, которые искажают ситуацию, которые маскируют интересы его политической игры. Например, роль НАТО в этом деле и роль американской дипломатии, которая манипулировала часть украинцев на западе Украины, чтобы сформировать вот этот переворот государственный, который идет в событии на Майдане. И я сам ездил на месте, посмотрел, что происходит в Крыму, и я пытаюсь понять сам и составить свое собственное мнение. И что вы сегодня думаете о позиции России и о решении России, последнем решении о присоединении Крыма? Я считаю, что то, что происходит, это результат такого стратегического напора, который проявляет США в течение многих лет. Потому что крах Советского Союза в США и их союзники пытались расширить НАТО, расширить влияние США на всем постсоветском пространстве в Центральной Европе, Восточной Европе и продвинуть границы НАТО к самым границам России. И Россия в какое-то время пассивно реагировала на эти удары, она видела, как расширяется сфера влияния. Начали видеть цветные революции или попытки таких революций в Украине в 2004-2005 в Грузии. И Россия поняла, что иначе этому пределу нет, что Россия рискует потерять собственную независимость. И США, манипулируя какими-то интересами, смогут создать в России такую власть, которая починалась бы интересом США. И в этом их конечная цель – это сломить независимость европейцев, Евросоюза, и сломить независимость России как важной державы на мировой арене. И то, что происходит, это результат переворота, который произошел в Киеве, направленное против правительства, которое, безусловно, можно критиковать, может быть, оно было некомпетентно, как и многие правительства, которые предшествовали ему в Украине. Но это законное, демократически избранное правительство. И ОССР было нечего сказать в момент самых выборов. И этот переворот – это результат манипулирования общественными организациями, иногда фашистскими и неонацистскими, как правый сектор, которые до сих пор повышали уровень насилия, потокнули население на то, чтобы на свержение правительства. В этот момент что произошло? Люди, русские, русскоговорящие, они увидели, что попирать их языковые права, их право на безопасность, которое отменялось незаконным решением парламента, который заседал в Киеве. И именно это вызвало реакцию этого населения на востоке Украины и в Крыму. И Крым, как вы знаете, исторически, это всегда была русской провинцией, очень в течение долгого времени. И в течение этого короткого постсоветского периода, потому что Хрущев отдал Крым Украинскую Советскую Социалистическую Республику, но это было нечто искусственное. И население Крыма всегда считал, что было необходимо объединиться с матерью Родины, чтобы обеспечить себе безопасность, потому что это процесс исторически очевидный, естественный, и конституционно он законен. Вы слышали выступление президента Владимира Путина, обращение к Федеральному собранию накануне. В этом выступлении президент сказал о том, что он напомнил историю объединения Германии. Он напомнил, что в свое время, когда немецкий народ хотел соединиться, именно Советский Союз поддержал его в этом намерении и не выдвигал никаких юридических коллизий, никаких претензий в рамках как будто бы правового поля. И сказал, что рассчитывает, что Германия об этом вспомнит. Как вы оцениваете шансы того, что эти действительно воспоминания воскреснут в умах европейских чиновников сегодня? Вы совершенно правы, когда приводят такой пример. Я помню, мне тогда было гораздо меньше лет, но когда президент Миттеран выступил против объединения Германии, многие европейские правительства, которые выступали против этого, которые проявили близорукость. И мы здесь в такой же ситуации. Европейское правительство, которое не хватает видения ситуации, которое не понимает, что совершенно естественно, что исторически русское население, экономически, культурно и стратегически связанное с Россией, в какой-то момент должно было естественным образом вернуться в лоно родины матери. И это не был не сепаратизм в отношении Украины, но это объединение России. И нужно объяснять это, и то, что я буду пытаться сделать в западных СМИ, дать понять, что речь идет об объединении российского народа, которое походит на объединение германского народа. А западные средства массовой информации готовы сегодня к восприятию альтернативных точек зрения, отличных от главной генеральной линии, которую сейчас можно назвать антироссийской? Видите ли, я был в Северополе в воскресенье, потом в Севастополе, я встречался с журналистами, в частности с французскими, с тележурналистами, радиожурналистами, я почувствовал, что у них их мнение различались. Они получили определенные приказы, было никакое обязательство показать, что этот референдум был не демократистский, они шли искусственно одновременно, когда они смотрели вокруг себя, все было очевидно, все было спокойно, люди были очень мотивированные, когда шли голосов на избирательную участку, были фейерверки, российские знамена повсюду, журналисты видели, они увидели реальность, и те честные люди будут вынуждены засвидетельствовать и сказать, что Крым это российская провинция, и большинство населения выступает за Бене-Саси. Конечно, есть и меньшинства, которые иначе видят эту ситуацию. Я обедал в татарском районе Суферопли, никто, так сказать, ко мне прекрасно отнеслись, как наблюдатель, я видел, что некоторые татары также хотели голосовать, и многие из них ждали ночи, чтобы их не видели, потому что они боялись установок руководителей татар. Но многие татары проголосовали, они поняли, что их права не будут попраны в Крыму, который объединится с Россией. Я думаю, что это вопрос честности. Если западные СМИ, они честные, если они профессионально правильно работают, они вынуждены будут признать, конечно, совершенства в мире нет. Можно всегда критиковать то или иное явление, но глобально речь идет об объединении России. Это процесс, который желает все. Крымское население – процесс неизбежный. У России уже есть опыт такого долгого и трудного отстаивания правды. Это был 2008 год, когда Россию обвиняли в агрессии по отношению к Грузии и вводе войск в Южную Осетию. Однако потом, после долгой работы в Международной комиссии, кстати, после содействия французского президента Николя Саркази, который выступил соответствующим планом и поддержал план Владимира Путина, это расследование привело к тому, что результаты оказались на стороне России. Действительно, Грузия первая ввела войска в Южную Осетию и действительно первая совершила этот акт агрессии. Как вы оцениваете шансы, что сейчас, после... Мы готовы подождать России, готовы ждать и готовы к переговорам, что все-таки, правда, восторжествует? Нет, потому что тут можно всегда ставить на то, что правда все равно будет известна всем. И отреагировали нормально. Здесь не было ни выстрелов, никакого насилия со стороны России. Россия имеет право объединять свои земли и защищать свои стратегические интересы. И здесь нет никакой логики агрессии на России. Была жертва стратегии на Киеве, на Майдане, чтобы поддерживали вмешательство, пытались заниматься внутренней политикой, манипулировать каким-то компонентами украинского общества. И совершенно естественно, что у России было право на защиту. Вы говорили о Грузии, это хороший пример. В то пору позиция Франции была более разумной и более сбалансированной. Франция поняла, что агрессор это был господин Саакашвили и Грузия. Франция это понимала в тот момент. И в конечном итоге все было воспринято иначе. Все как бы постепенно успокоилось, потому что будущее европейцев, западных европейцев, центральных европейцев, это мирно трудиться вместе с Россией. Россия – наш естественный партнер. Мы живем на одном континенте, у нас есть общность христианская цивилизация. Весь этот кризис, это была ловушка по сторонам США, которые хотят создать разрыв между Европой и Россией, которые пытаются помешать тому, чтобы Украина становилась естественным интерфейсом между Россией и Европой, и наш коммерческий, и нейтральный интерфейс. Внимательные журналисты обращали внимание на то, что в тот момент, когда происходили, разворачивались события в Крыму, французский президент Франсуа Оланд выехал в Центральную Африканскую Республику для того, чтобы поддержать французский контингент в этой стране, которая сейчас выступает за сохранение целостности этой страны. По сути, это такой же акт вмешательства в дела другого государства, хотя и бывшей колонии французской. Как избежать здесь двойных стандартов, и насколько долго они будут продолжать действовать, как вам кажется? Я думаю, что двойные стандарты, они, так сказать, сейчас нейтрализованы. Вообще, если мне это понимают, вы правильно об этом говорите, после 90-го года западные правительства Франции и США, они занимаются военной и вооруженной интервенцией вне своей территории, в суверенных государствах. И все эти государства не должны, не имеют права читать кому-то мораль, в частности, России, которая проводит действия только в пределах собственных границ и обеспечивает безопасность русского и русскоязычного населения, которое хотят жить в мире. И как в Крыму, население, которое хотят объединиться с Россией. Действительно, у нас политика двойных стандартов, и когда мы говорим о выборах в Крыму, о безопасности которых обеспечивали военные, но я вспоминаю о выборах в Афганистане, в Ираке, где стояли американские войска перед избирательными участками. Это фактически оккупационные войска. Российские войска примуты не оккупационные войска, потому что было стратегическое соглашение. Эти войска имеют право, они обеспечивают безопасность войны морских баз России. Так что здесь ситуация другая. В одном из интервью вы сказали, что сегодняшний Евромайдан это такая же витрина для радикализации, для ультраправых националистов, как в свое время русская освободительная армия генерала Власова для фашизма. Как вы сегодня оцениваете, как в Европе в целом оценивают риски просто ультраправых настроений? Очень просто, потому что по сути, если вы анализируете ситуацию глобально, я пытаюсь заниматься геополитикой, что конечно происходит в мире. Если вы анализируете политику США, вы видите, что они опираются на Среднем Востоке, на фундаменталистов, на суннистских экстремистов, в частности, а здесь в Европе опираются на движение на фашистские, на нацистские. То есть это та же политика дестабилизации государств и установки покорных, послушных правительств, и которые используют и экстремистские методы, как в Сирии, так и на нацистах в Украине. Это та же политика, которую мы видим во всем мире. И смотрите, во время холодной войны с Советским Союзом, в Латинской Америке, американцы, которые говорят, что у них совмещательная демократия, они поддерживали уже право диктатуры. Это называется реал-политик, реальная политика, использование движения в целях дестабилизации Украины. Но в Европе понимают, что реальная политика Соединенных Штатов носит во многом антиевропейский характер, потому что ведет к ослаблению Европы. Вы совершенно правы. Я полагаю, это ключевой вопрос. Я пытаюсь объяснить европейцам, дать им понять, в частности, французам, чтобы открыть им глаза на то, что независимость европейцев, народов, Европы проходит через выход из НАТО и в равновесии между интересами. Я не выступаю против США, не за войну, не сторонник войны США. Нужно сказать американцам, что они у себя дома в Америке, но не у себя дома в Европе. Будущие европейцы, Европа принадлежит европейцам, так же, как Россия. И не обязательно, чтобы натовские правительства всюду бы оцарили. Я не должна освободиться от этого господства, вернуться. Политика генерала Деголь, это была великая политика политика дружбы европейских народов и дружбы с народами России. А вы представляете, кто сегодня мог бы сказать такое Соединенным Штатам, когда нет Шарля Деголя? Совершенно верно. Но я думаю, мир меняется, потому что однополис, проект США, проект господства США, кажется, что-то ускоряется, дестабилизирует мир, создает хаос, но одновременно мир становится многополярным. Он становится многополярным не только в геополитическом плане, потому что Россия, Китай, Индия, это держава, Бразилия, также это великие державы, но многополярные силы валюты, из соображения валюты, потому что сила доллара истощается, американская валюта слабеет, и в ближайшие годы Россия покажет, что она является одним из геополитических и экономически-культурных плюсов мира, и может отработать с этой и в Центральной Азии, и в Европе, чтобы построить некий, так сказать, жизнеспособный комплекс. И все это... Я имела в виду, господин Шапрат, видите ли вы лидеров, способных на такие решительные действия, на такой решительный диалог с Соединенными Штатами, я имею в виду сейчас, в первую очередь, европейских лидеров, потому что пока складывается впечатление, что Владимир Путин в гордом одиночестве, и только он способен на подобные заявления. Он один, как лидер, возможно, но его очень уважают, к его мнению прислушиваются в большей степени те люди, те патриоты, которые любят свои государства, европейцы, и Путин становится образцом для многих французов, которые выступают за суверенитет Франции, которые выступают за другую Францию, за ее роль в мире, которая нашла бы свою роль, свое значение в этой мире. И я не считаю, что Путинская Россия изолирована. Он геополитически и в плане ценностей России играет исключительную роль. Вот пример, например, вопрос ценностей, отстаивания некоторых основных ценностей, семейных ценностей, однополые браки, теория, гендеры и так далее. Россия олицетворяет не только защиту международного права и равновесия между державами и соблюдением суверенитета, Россия олицетворяет защиту неких фундаментальных ценностей, ценностей христианской цивилизации. И это в этом плане ее сияние международной сильной ценности, это тоже очень важно понять. Россия до недавнего времени, до тех пор, пока начались вот эти вот странные, на наш взгляд, на взгляд большинства россиян, решения по поводу однополых браков и по поводу ухода от традиционных семейных ценностей, но тем не менее долгое время для России Европа была таким стандартом лучшей жизни, примером толерантности, примером демократии и целым рядом позитивных факторов, которым большинство россиян стремилось, мы разделяли эти ценности. И сейчас в России в свою очередь с тревогой смотрят за тем, как растут антиевропейские настроения внутри самой Европы, настроения, направленные против Евросоюза и против его целостности. Как вы оцениваете будущее единой Европы? Это правильный вопрос, как французский гражданин. Я задаюсь вопросом об отступлении демократических смот по Франции. Когда вы отстаиваете традиционные ценности и не признаете гендерную теорию, которую хотят навязать французской школе, сказать маленькие французы, что нет мужчин и женщин, что пол это выбор или культура, некой культурной, социокультурной, но это глупость в биологическом смысле, конечно, и социологическом плане. Но когда вы пытаетесь отмазать сопротивляться, вы сталкиваетесь, вы чаще и чаще сталкиваетесь с трудностями. И те, кто ищет свободы, они обращаются за этим в сторону России. Для в сторону России западные диссиденты приезжают в Россию. И поэтому Россия представляет потрясающие пространства для того, чтобы народы Европы смогли бы, во-первых, вернуться к своему суверенитету вопреки однополярному проекту США и бороться с видением мира, которое сводит человеческую личность к потребителю, сделает его рабом потребление денег, вместо того, чтобы быть свободной личностью, достойной и понимает с чувством любви, уважением к мужчине и к женщине. И все-таки что вы можете сказать о росте национального и экономического сепаратизма в самой Европе сейчас, когда набирают силы многие движения, выступающие против единой Европы? И нужно ли бороться за сохранение Евросоюза? Я лично выступаю за суверенитет, и возврат суверенитет позволит Франции вернуться к традиционной политике, которая способствует величию в Франции. Это политика дружбы с Россией, политика равновесия с Германией. И только если мы вернем себе свой суверенитет, а Евросоюз это является креатурой США, бороться с ним мы вернем себе это. Это очень важно. Движение, которому я принужу, Национальный фронт, это первое движение. Я был бы европейским депутатом в мае, в месяц, и по опросам населения мы будем во главе списка партий, которые сейчас выбирают. И это патриотическое партие, в котором ходят и левые, и правые. Люди разных политических взглядов, более консервативные, или, скажем, более заинтересован в социальных вопросах, как левые. Но мы синтезируем все это в одном порыве, чтобы вернуть в себе наш собственный суверенитет. Россия сегодня вынуждена обращаться, не просто вынуждена обращаться, она делает это с желанием, но тем не менее обращается на восток за поддержкой, за экономической поддержкой, и видит в восточных соседях большие перспективы для сотрудничества. Не вызывает ли это опасений на западе, потому что, поворачиваясь лицом к одним, безусловно, встаешь спиной к другим. Конечно, вы правы. Сейчас Россия продает много газа в некотором государствам восточной Европе, в такой стране, как Германия, Балтийский государство, которые очень сильно зависят от газа. И Европа должна подумать об этом, потому что это не сланцевый газ из Америки, это мираж, который якобы заменит российский газ сегодня. Сейчас важная часть конкурсовской способности Германии, связанная с недорогими энергоносителями, которые Германия покупает у России. Я уже говорил пять лет назад на лекциях по геополитике, что Европа, Западная и Центральная Европа больше нуждаются в России, чем наоборот. И нужно очень внимательно относиться к тому факту. И Европе следует думать о том, что если сегодня между, если при разрыв отношений, это безусловно тяжело обойдется в России в краткосрочной перспективно-другосрочной перспективе. Есть потрясающий потенциал в Азии для России, то есть Китай и Индия и эти государства, которые развиваются, они все больше будут нуждаться в нефте и газе. Так что я говорю на Западе осторожно, не подталкивайте Россию, Китая, потому что нужно наоборот поддерживать сильные, крепкие, стратегические, экономические, культурные конечности России. А как вы относитесь к предложениям, которые сегодня звучат в Евросоюзе о быстром принятии Украины в состав Евросоюза? Насколько это серьезные предложения и чего это будет стоить? ЕС, как это будет воспринято в европейском сообществе? Вам, как мне, известно ситуация, экономическая ситуация в Евросоюзе, которая к несчастью европейская, это ужасно. Еврозона нулевой рост, нет экономического роста, растет безработница, полный крах Греции, крах Испании, 25% безработных в Испании и Украина. Очень крупная страна в демократическом плане, Украина, входит в Евросоюз. Это будет серьезным бременем. Евросоюз после 95-го года, начиная с 95-го года, принимал страны, которые фактически понизили с их невысоким уровнем ВОП на душ населения, снизили уровень средней жизни в Европе. И это докажет, поскольку Евросоюз не заинтересован на входление Украины, в Евросоюз, что это США, которые, собственно, дали приказ о расширении Евросоюза. Это заказ на США, и это соответствует расширению НАТО, и цель его уничтожить суверенитет и значение России. Россия, оставаясь открытой страной, доброжелательной и заинтересованной в сотрудничестве как с Западом, так и с Востоком, сегодня должна выбрать правильный вектор и правильный способ диалога в первую очередь со своими западными партнерами. Что бы Вы посоветовали ей в этой ситуации и отчего бы предостерегли? Я думаю, что Россия должна одновременно показать, что Россия твердо отстаивает свои стратегические интересы и не собирается отступать перед лицом жестикуляции, агрессии, каких-то угроз и даже такого надменного поведения. Вот я недавно слушал Би-Би-Си, английскую программу, и ведущий говорил российскому руководителю, мы Вас поставим на колени экономически, мы поведем против Вас, это просто какое-то... Это не только Евросоюз существует в мире, и в мире много других стран, есть зон с очень высоким уровнем экономического роста с большим потенциалом сырьевых и других ресурсов, и что не нужно показывать, что Европа, Евросоюз это пуп земли, что это центр вселенной. И совет, который, если бы я мог бы позволить себе дать совет, это оставаться, поддерживаться этой линии, этой линии твердости, и заверить всех, чтобы весь мир, что не существует никакого империалистического эксплуатационистского проекта в России, идет об обеспечении безопасности русскоязычной и русского населения Востока, и объединить это объединение с нормальным и естественным, которое как-то имело в случае с Крымом. Господин Шапрат, я благодарю вас за этот разговор и за поддержку России. Спасибо. Спасибо большое. Политолог и писатель Американ Шапрат был гостем программы «Мнение». Спасибо за внимание и до свидания.